Итак, продолжаем. Презвание Сау. Сау же, дыша угрозами и убийством, на учеников Господних пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам. Это 9 глава Деяния. Чтобы кого найдет в последующем всему учении, и мужчин, и женщин связан приводит к Иерусалиму. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящего Сау, Сау, что ты гонишь меня. Он сказал ему, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражда. Он в трепете и ужаске сказал, Господи, что ты гонишь ему делать? Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо будет делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Запомните, слыша голос и никого не видя. Сау встал с земли, с открытыми глазами и никого не видел. И провели его заводку, и привели его в Дамаску. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был огнеченный ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал ему, я Господи. Господь же сказал ему, встань поедей на улицу, так называемому прямому, из России, в Иудином доме Дарсялина, по имени Сау, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на руку, чтобы он прозрел. Анания отвечала, Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым твоим Иерусалимом. И здесь умеет на первое священие, что власть взять всех, призывающих меня к ваё. Ибо он не есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать на моё пред народами и царями и сынами Израилов. Здесь мы видим призвание. И Всевышний говорит о том, что это есть избранный мой сосуд. Для того, чтобы что делать? Возвещать. Он послан был для того, чтобы возвещать. Здесь мы можем сказать, что Сау имел призвание бурить посланником, апостолом. Можем мы сказать? Кто его избрал? Господь. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя моё. Анания пошёл и вошёл в дом, и возложил на него руки, и сказал ему, брат Саввы, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которого ты шёл, послал меня, чтобы ты призрел и исполнился Духа Святого. Эта часть, как бы, чешуя отпала от глаз Игорь, и вдруг он прозрел и встал и крестился. И принял пищу, и укрепился, и был сам несколько дней с учениками в Дамаске. Эта часть стала проповедовать Сына Бога и в Иисусе, ибо Он есть Сын Божий. И все слышали, что и дивились, и говорили, не тот ли это самый, которого дал в Иерусалиме, призывающий имя Его. Да, и сюда затем пришёл, чтобы взять их и вести первосвященников. А Саввы более и более укреплялся, и приводил замешательства иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Послушайте, что происходит? Он был поражён, да, увиденным на дороге. К нему посылается Анания, чтобы сказать, что умнёт. Он имеет откровение о том, что Иисус месеян. Потому что Христос, явившись ему, говорили, Савву, почему ты меня гонишь? Он сказал ему, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Понятно, да? Мы не видим особого научения и наставления в вере, которую бы получил Савву. Но он тут же идёт и начинает... Что делать? Приводя в замешательство иудеев. Но он был в Танахах. Как мы знаем, апостол Шауль, он знал хорошо Танахах. И всё, что ему необходимо было, поверим, что Иисуа – это тот обещанный мессия Израиля. И поверим в это, он достаточно легко мог приводить в замешательство иудеев, показывая это из Танахаха. Танахаха. Понятно, что происходит? Да. То есть, у него, ну, не было нового завета, потому что, в общем-то, он, знаете, был в большей части Афка, он написал больше всего посланий, которые мы сегодня читаем, да? И нам важно будет понимать послание Гавады, которое обращено в Гаваде. И оно является достаточно фундаментальным в понимании того, что случилось с законом. Потому что, сейчас мы читаем из девятой главы, но в десятой главе мы увидим первого обращенного из язычников, Карниля. В девятом главе обращение Саула, в десятом главе нам повествует об обращении первого из язычников, Карниля. И здесь мы видим, сколько времени понадобилось апостолу саму для того, чтобы начать проповедовать. Но... Нет. Нас будет интересовать еще рассказ о его обращении. Двадцатая глава Деяния, шестой стих. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. И я упал на землю и услышал голос, говорящий мне, Саула, Саула, что ты боишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи?» Он сказал мне еще. «Я Иисус Назарей, которого ты боишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх. Но... Голоса, говорящего мне, не слышали. Помните, я вам сказал, обратите внимание. «Люди, шедшие с ним, стояли во цепени, слышали голос и никого не видят». Здесь написано? «И». «Бывшие со мной свет видели и пришли в страх. Но голоса, говорящего мне, не слышали». «И. … Есть какие-то пояснения? Я прочитаю 9-й и 22-й. 9-й и 22-й. 9-й и 7-й и 22-й и 9-й. Учтите, что, в общем-то, Диане писал кто-то? Да. Кто-то, то есть он писал и Диане, или, по всему, на 20-м году? Мы видим некое противоречие написано? Да. А, по идее, не должно быть. Какое объяснение? Некоторые говорят, что они не обратили внимание. Очевидно, даже разбирали это, не остальные. Только внимание обратили? Наоборот. Все наоборот. По власти. Есть какие-то светло-мысленные по этому? Если ты Лука писал, то Лука переэсказил немножко? Или со слов Павла услышал то, что Павел не был? Ну, послушайте. Давайте будем. Если услышали, Павел сказал, что они слышали голос и не было на виде? И в том, в том случае. Это не на тот же Лука писал. Писал не на тот же Лука. Смысл же ему было искажать события. Идиоты, наверное. Идиоты тоже, что-то может быть. Павел, это Лука написал про Павла, голос слышали, я кого не видел. А здесь Лука написал со слов учениковым. Ну, еще раз. Вы понимаете, в чем проблема? Я вам говорю одно. Через некоторое время я передаю те же самые события несколько подробными. Не возникает ли у вас вопросов? Не возникает ли у вас вопросов? Ну, у меня же, если я это говорю, должен быть какой-то простой, логичный, ясный ответ. Да, они пришли в страх. Ну, судя по всему, Луки ни там ни там не было. А с чьих слов писал? Вопросы. Это вам много вопросов. Мы можем задавать. Но Лука писал со слов. Еще раз. В первую книгу написал я тебе пеплю. И все, что слышал, делал, чему учил. От начала до сего дня, которого он владел, создавшись этим Духом. Поверение апостола, которого он избрал. Который объявился. Т.е. Он пишет, что он писал. По тщательному исследованию он писал. Лука, в общем-то, он достаточно тщательно что делал? Изучал. Он не говорит источникам, по которым он тщательно изучал. Но он это делал. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, так передали нам, то бывшие с самого начала очевидцы и неслужительные слова, то просудилось им не в тщательном исследовании всего. Сначала по порядку писать тебе достопрещенные феолицы. Итак. Откуда он это взял? Кто ему это рассказал? Как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцы и слушателя слова. Т.е. он имел, судя по всему, не один из лучших. И это деяние уже вторая книга по щеку. Т.е. мы видим человека, который не был непосредственно, может быть, везде в этих событиях, но он знал очевидцев, что он изучал этот вопрос. И тут в курсе проявляет. Да? Ну, какая странность. Т.е. У мастерства? Т.е. что вы здесь присутствующие ненитрально противоположные в столе. Пролейте свет. Если мы смотрим 26-ю главу, например, 13-й. «Среди дня на дороге удел Государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, посеявший и меня, и шедших со мной». Он говорит от себя, что он увидел свет и всех увидел, да? В 9-й главе говорят, «когда же ушел, приближался, потому что нельзя насиял его свет с неба». То есть свет видели. Все цепенили, все упали. И к нему был голос на еврейском языке. Почему-то в 26-й главе он именно это подчеркивает. А здесь в 9-й главе он говорит, что они слышали голос тоже. Но как бы не написано, что они понимали о том, что он говорит? Вопрос не знает. А может, можно сказать? Да. Может, в новом месте писали, что Павел говорит о своих впечатлениях, в руке к ногам пишет то, что Павел чувствовал, а в других он описывает то, что другие мы видели, которые были с ним, что они переживали. Но вот в 7-й стих, люди, решающие с ним стояли в цепенении, слышали голоса, никого не видят. В принципе, Павел... Они голос слышали? Слышали. Но никого не видели, а свет был и в том-не в том случае описание. Да. А 9-й стих, 22-й? 22-й, 9-й стих. Но голоса, говорящего мне, не слышали. Но я уже сидел happy, но... А можно микрофон IRA? Слышал... А можно микрофон откройтись? Ну... 5 нас Killer, Казахстан. А вы... Да. Не лови пассажета kgs с тихоньми�а к betting. И это даст ключами в пять, сэн SOGIя, Стоять на грегохе. Микрофон, пожалуйста, микрофон. Я думаю, что тот раз Павла голос написали, поэтому они были в шоке. Они видели яркий свет? Да. Они слышали, что Павел с кем-то говорит? Да. А кто ему отвечает? Я не слышал. Поэтому, в общем-то, противоречия, очевидно, нет. Потому что Павел говорит, они не слышали голоса, говорившего мне. Он же уточняет. Но голоса, говорившего мне, не слышали. Потому что то, что было, происходило, это было сверхъестественно. Обращение было непосредственно Сау. Сау, он отвечал естественным образом. И они слышали, что он с кем-то говорит. Но они не слышали то, что ему говорят. Понятно, да? Разобрались немножко здесь? Противоречия, которые вы говорили. Да? Пытательность размышлять над писанием. Пытательность размышлять над писанием. И если вы видите противоречие, исходите из того, что мы, очевидно, не до конца поняли смысл написанного. Больше? Ну, вот это уже, если совсем все не удается, давай идем по груди перевода. Не будем спешить сразу с перевода. Потому что, видите, мы смогли разобраться и не перемегаем перед этим особо переводом. Итак, призвание апостола было каким? Сверхъестественным. И он был призван. И дальше мы знаем о том, что он был призван не так, как были призваны остальные апостолы. А поскольку он не ходил с учениками, то, очевидно, были вопросы по поводу его апостольства. Павел достаточно часто защищает свое апостольство. В данном случае в этом послании мы тоже видим, что Павел говорит о своем сверхъестественном призвании и сверхъестественном праве называться апостолом. Посланником. Посланник, он наделяется властью того, кто его послал. Посланник наделяется властью. Да? И мы видим посланничество Елизера. Это двадцать четвертая глава Батия. Абрам был уже стар и в летах пригоден. Господь благословил Абрама всем. И сказал Абраму своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. «Положи руку твою под стебно мое, и гранись мне Господа Бога в небо и Бога в земли, что ты не возьмешь сына моему с женой из дочерей полонейских, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену с сыном моим из Хаба». Абрам сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю, должен ли я возвратиться на ту землю, из которой ты вышел. Абрам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. И Господь Бог в небо, который взял меня из дома отца моего, который из земли рождения моего, который говорил мне, и который клялся мне, говоря потомству своему дам землю сию, он пошлет ангела свою перед тобой, и ты возьмешь жену с сыном моему оттуда. Если не захочешь, женщина идти с тобой, ты будешь свободен над всей кляткой, только сына моего не возвращай туда. И положил раз в руку свою, то стебно Авраама господина свою, и клялся ему все. И взял из друг друга господина. Понятно, да? И пошел в Месопотапию. Он был чьим посланником? Авраам. И наделен был всеми полномочиями от Авраама. И действовал от имени Авраама. Понятно, что такое послание, посол? На сегодняшний день мы знаем, что различные государства отправляют послов. Это тех людей, которые представляют все государство. И действуют от имени государства. И государство стоит за этими людьми. Понятно, да? И здесь мы видим призвание апостольства, посланничества. И он действует от имени того, кто его послал. За его действиями, за его словами стоит тот, кто его послал. И34 говорит, что мне нету нужды, чтобы люди подтверждали Мое посланничество. Потому что не они Меня посылали. Мне не нужно, чтобы они подтверждали Мое посланничество. Потому что Мое посланничество подтверждается Самим Господом. Потому что Он меня призвал, и Он меня послал. Значит, Он стоит за всем, что я делаю. Апостолы, они не избираются людьми. И когда мы видим о посланничестве, отделяемое служение, как было бы на духу святого, люди подтверждали, соглашались с тем посланничеством, которое Бог давал этим людям. Но это не люди послали. Понятная разница, да? Почему не стоит выбирать и говорить, вот мы тут посовещались и решили, ты будешь нашим апостолом. Мы тебя посылали. Ну, за ним будете стоять вы. Но он не будет апостолом у Господа, и что отнесение. Понятно, да? И Саул говорит, Павел апостол. Кстати, очень интересное. Его имя было, как Саул. Саул. Шаул. Да? Как мы представляем, что это был за парень, Шаул? Саул. Ну, царь. Был большой, но, в общем-то, выше всех. Он был сам, ну, от плечи, выше всех. А? С дорогой уже. С дорогой. С дорогой. Когда мы понимаем, что мы говорим, оцелем. Несмотря на то, что он натворил, в общем-то, он оставался герой. Он остается герой, он был первый, оцелем, кузак. А вот традиция, он положительный, герой, несмотря на то, что он закончил, он не очень хорошо. Шламов, он был как? Интересно тебе? Мы говорим о его мудрости. А закончил он как? Отличательно. Понятно, да? Мы знаем, что он был очень мудрый. Он тогда к старости сошел с ума. Из-за женщин. Их. Прикоти, да? Начал поклоняться другими. Ахмаграф. То есть, он приступил к вывелению Господа. И начал брать журн. Иноземных. Которые, в общем-то, и развортили. И. Саул начинал тоже неплохо. Но потом плохо закончилось. И мы видим, что Саул там сначала был, ну, что-то достаточно застенчивым. Да? Но потом стал, мягко говоря, тираном. И убийцей. Понятно, да? Но, по-прежнему, в Израиле это имя не исчезло. Точно так же, как в Израиле не исчезло имя Иуда. Для многих имя Иуда, оно отцветвляет собой предательство. Да? На самом деле, Иуда достаточно хорошее имя. Да? Господь должен был бы сиять из колена Иуды. Да? То есть, имя Самому, оно было хорошее. Но, по свидетельству некоторых историков, он был, на самом деле, человеком не очень большого роста. Понятно, да? То есть, он не совсем соответствовал ему, личному. Но здесь он называет себя Паулос. Паулос. И он часто говорит, Паулос – раб. Паулос – это что-то небольшое. Он берет себе имя, говоря о том, что он небольшой раб. И посланник Мессии. Понятно, что вы любите? Он берет имя, которое обозначает, что он небольшой раб и посланник. Он не приписывает себе особого авторитета. Многие могут сказать о том, что апостол… Ну, я не присяд. И это вырежете. Ну, не могу сказать, что апостол был достаточно, знаете, каким… Человеком, который хотел себе присвоить какой-то титул, звание, еще он что-то, да, считает себя кем-то великим. Абсолютно нет. На самом деле он был маленьким рабом, который был послан для того, чтобы исполнить посланничество господину. И он отстаивал не свой авторитет, а авторитет того послания, которое он имел. Разница. Он боролся не за свой авторитет, а за авторитет послания. И здесь он говорит. Павел апостол, избранный не человеками, и не через человека, но Иисусом Христом, Богом Отцом, воскресившего его из вертых. И все находящие со мной братья, церковные родители, благодать и миром от Господа, Отца нашего Иисуса Христа, который отдал себя самому за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего векового века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки вековками. Удивляюсь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью, Христовы скоро переходите к новым благодатью. Вообще, на самом деле, он расстроен. Очевидно, что, начиная читать послание, видно, что Павел, что? Он расстроен. Павел, Богу Божию, призванный апостол Иисусом Христом, Исосфенбар, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященному Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, мы все вместе, и у них, и у вас. Благодать вам, и мир Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа, мы призваны благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам, во Велом Христе Иисусе, потому что в нем вы обоградились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете ни доставки, ни в каком даровании в ожидании явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердил у вас. Хорошим что-то он пишет в Коринфе. Хорошим, да? Потом он, правда, так обрадовался, наверное, что-то, ну, чуть позже. Дальше он пишет, ибо отходы, сделаться неизвестным о вас, братиши, между вами есть споры. Но сначала он мне говорит «Хорошо». Посмотрим второе послание перед нами. Павел, Божий, апостол Иисуса Христа, и дебофей, брат Церкви Божьей, находящийся в Коринфе, со всеми святыми и со всей Ахаи, благодать вам и мир Бога Отца нашего, Господу Иисуса Христа, благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающего вас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается у вас страдание Христово, умножается и Христом, и утешение наше. Скорбим и мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершилось. А, ладно, ладно, он что делает? Учешает. Да? Ефесян, Павел, уровень Божия, апостол Иисуса Христа, находящегося в себе и песен святым, верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа, благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас, в нем прежде создание, чтобы мы были святы и не порочи перед Ним любви, предопределил усыновить Себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли, по полу славы благодати своей, которым Он благодатствовал нас возлюбленным, которым мы имеем искупление крови Его, прощение греков, поблагодарство благодати Его, какую Он при избытке даровал нам всякой премудрости, разумения, открываем тайну своей воли со своим... Понятно, да? Тон послания к Галатам, мягко говоря, если вы прочитаете начало посланий, которое я писал в 12 или 13, в зависимости от того, признавать авторство посланий к евреям за Павлом или нет, оно отличается от посланий, написанного Галатам. То есть было определенное правило написания писем. И здесь Павел после короткого, весьма короткого приветствия обращается и говорит удивляемся. Удивляемся. Вот смотрю на вас и удивляемся. Что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благослованию. Он говорит, послушайте, с вами что-то произошло. И мне не нравится то, что с вами произошло. Мне не нравится. Он говорит, что-то так быстро произошло. «Которое, прочим, не иное, а только есть люди, смущающие вас и злащившие привлеки в благословании Христового». И дальше он пишет страшные вещи. Но если мы, даже мы, или ангел с неба, стали благодать вам не то, что мы благодать и сказали, вам да будет это нахер. Что-то происходит. Вы знаете суть того, что произошло в Галактике? Пришли некоторые, которые начали говорить, послушайте, Павел на самом деле, ну, не совсем настоящий апостол. И он вам просто не сказал всего. Если бы он думал от начала, он бы знал всю правду. Но он не был с нами от начала, он не знал все, он не был с Иисусом, когда он ходил по этой земле, он не видел такого воскресенья, он не видел восстатья, воскресенья, вознесения. Он ничего этого не видел. Он не настоящий. послалил. Он не настоящий. И он говорит вам часть, только часть, правда, а он говорит правильную часть, что Иешуа есть Мессия. Но он вам не сказал, что вам еще немного не достает. Надо обрезать. И все. И тогда вы по-настоящему поверили в то, что совершил дешевый. Тогда все. Вот это полные воды. А салу, ну, что же не все расскажу. Может, он не все знал, но он же не настоящий. Вам немного не хватает. помним, это было то время, когда церковь только начиналась. Это было то время, когда только-только это приобретало масштаб. евангелие только начало распространяться, когда евангелие только начинает выкрепить за рамки иудеев. И мы знаем о том, что были такие, когда приходили и спрашивали, что вы крестили? Мы крестили безправленного крещения. Аааа, ребята, так вы не знаете, что вам надо креститься в Господа нашему? И что несите? Были такие ученики, которые принимали только часть учения и не имели полного учения. И приходили апостолы, наставляли и рассказывали им всю полноту. Понятно, да? И здесь происходит то же самое. Приходит апостол, проповедует евангелие, они его принимают, за ним приходят ребята и говорят ооо, да, вы бедные, вам все рассказали. На самом деле вам еще не достает ну, немножко, чуть-чуть. Вам надо только обрезаться и стать под закон машин. И все, и тогда вы настоящие верующие. А так не настоящие верующие. Учтите, что там была еще такая интересная обстановка. Вы знаете, что с точки зрения Рима иудеи были какие, Неверующие. Евреи были неверующие. Они были безбожны. у них не было изображений Бога. С точки зрения Рима евреи были безбожны. Их варми не брали. Хотели бы вы рядом с собой иметь безбожников? Тогда уж положиться они нам в Бога не верят. Они уже делают все, что угодно. их не брали вармию. К ним относились так, что с них убогих взять. У них осталась религиозная свобода. Но с точки зрения Рима они были безбожными. И здесь появляется момент, что эти верующие вроде как не евреи, но стали опять-таки кем? Безбожными. Понятно? Они отходят от языческого уровня. Они не отворачиваются на него. Но до иудаизма в том понимании которого он был, они приходят. И пришедшие иудеи говорят, ребята, вы немного не дошли. Вам еще немножко надо шаг сделать и все будет. Что? Нормально. Никаких проблем. Но они не делают вот этого последнего шаг. И приходят те, которые говорят, слушайте, никаких проблем. Сейчас мы быстро раз и поможем. Но Павел обращается к ним и говорит, послушайте, даже если я приду через какое-то время и начну это говорить, не слушайте и меня. Павел вступает в конфликт, достаточно серьезный конфликт с тем учением, которое на тот момент времени присутствует среди мессианских верующих. Есть часть людей, которые исповедуют такое учение, что верующие из язычников должны не только принять мессию, но еще и стать под заклон мошенниками. Понятно, о чем вы говорите? И Павел сталкивается с этим учением и он выступает жестко во-первых в защиту своего посланничества, своего Евангелия и пройдем такой точки времени. После перерыва мы с вами разберемся или постараемся разобраться, почему же он так не хотел, чтобы такое учение получило распространение. Вперед!